Приветствую, дорогие зрители, на канале Людмила Цыганкова. Разговариваем о жизни, сама реализации, о творчестве. Сегодня хочу запрезентовать вам следующую мою работу икона Матерь Божья, Остробрамская, написанная на доске, грубостью один сантиметр, размерами 30 на 40 сантиметров. Пишу я масляными красками, но на этой иконе, например, небо смотрится более голубей, более так красочно, на мониторе не так видать. Икона Матка Божья, Остробрамская. Прекрасная икона, такая субтельная, глубоко замыслящаяся, очень такая, ну просто волшебная икона. Поговорим о жизни, поговорим, что нам может помогать в этой жизни, чтобы нам легче жилось, чтобы нам комфортнее жилось. И я придерживаюсь того мнения, что мы должны понять, мы должны прежде всего себя, как говорится, осознать, что существует другой, высший, тонкий мир, духовный мир, невидимый, который мы не ощущаем, но он есть и он главный. Он руководит всем на земле, что делается. И если мы научимся контактовать с этим миром, научимся просить помощи, научимся слушать сигналы от этого мира. Этот мир называет Вселенной, Абсолют, Бог, Океан всех возможностей. Это даже не имеет значения. Самое главное, вы должны понять, что существует мир, который является нашим, ну, отцовским домом. Оттуда мы пришли и туда мы вернемся. Так говорят везде, в костелах, церквях, мечетах. И мы должны уже сейчас научиться контактировать с этого мира, с этим миром. Мы должны быть благодарны ему, потому что благодарность, прежде всего, нам дает такую, ну, более эффективную, тогда получается, контактирование со Вселенной. И, например, икона. Икона является окном в этот мир. И мы все уже давным-давно научились контактировать с этим миром, например, через икону. Молимся перед иконой, просим о помощи, и таким образом мы контактируем. Мы просим Вселенную, Абсолют, Бога, о помощь, о совет, об опеке, и заботу, которую, может быть, может он проявить. Конечно, существуют еще другие методы. Не только моление, медитация, творчество. То есть, когда подаешь стан альфа, я уже не говорю, даже наркотики и те, тоже нас проводят тот тонкий мир. Ну, конечно, не надо уже использовать такие средства, которые потом пагубно будут сказываться в нашем здоровье. А мы должны найти методики, средства, которые будут полезными, которые будут более эффективными. И это моление, молитва, это медитация, это релакс, это прежде всего мы должны почувствовать, что мы части этого мира и душа. Все мы знаем, что мы имеем душу, но мы должны научиться чувствовать ее, научиться слушать ее. И благодаря душе, благодаря вот этому умению контактировать с тем миром невидимым, нам легче будет жить на этой земле. Мы будем знать, что она, Вселенная, заботится, что это наш дом. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok